И я вас категорически приветствую, Алексей. И я приветствую вас, Дима, привет. Привет. Что это у нас? Пластиночек принес поболтать. У нас же не лекция. Многие считают, что мы лекции. Нет. А у нас не лекция. У нас просто два пожилых паренька из Купчино беседуют друг с другом. Редко встречаемся раз в неделю, поэтому поболтать святое дело. Смотри, какая у меня футболочка. Прекрасная. Что написано на ней? Сибиджиби. Сибиджиби, да. Это что такое? Не знаю. Это знаменитый Нью-Йоркский клуб Сибиджиби, в котором переиграла в том числе масса наших отечественных музыкантов. Например, текила джаз и прочее. Ребята, которые не играют музыку типа Deep Purple и типа Pink Floyd и типа Юрая Хип и типа White Snake, а играют музыку как раз более современную, которая началась, как ни странно, в 60-е годы и остается современной до сих пор. Почти та музыка, о которой мы говорили в прошлой программе под условным названием панк-рок, хотя панк-рок, как мы уже выяснили, это абсолютно искусственное название, и такой музыки нет вообще. Нет такого музыкального явления панк-рок. Это искусственный лейбл пришпиленный к музыке, которой очень много, и она безумно вся разная. Сегодня немножко такой декаданс будет, поэтому у меня вот такие... Декаданс такой сегодня. Фу. Невкусная, что ли? Вкусная, но непонятная совершенно. В общем, много было ребят, которым не нравилась вся эта история тяжелого рока и пафосного звукоизвлечения, и вот этих гигантских стадионных концертов. Это, извини, перебью, так называемый мейнстрим. То есть, главное, так сказать, течение, в котором образовались некие, так сказать, таланты, вырвавшиеся вперед, а вслед за этим сразу я помню, когда наш горячо любимый хард-рок закончился, и внезапно все перешли на стиль диско, который проявился даже в альбоме Стена, обожаемого нами Пинг Флойда, что вызывало нечеловеческое удивление. То есть, если вот это мейнстрим, то туда вольются много-много-много разных стремящихся подражать и на волне успеха вот этих заскочить туда же. Но всегда есть и другие люди, которых не интересует мейнстрим. Недавно, кстати, чуть ли не вчера был юбилей продюсеру, который организовал ансамбль Бони Эм. Как его? Я забыл. Фрэнк Фариан. Фрэнк Фариан. Да. Он потом уехал в США, сочинил какой-то «Милли Ванилли», а их поймали на том, что они пели под фанеру, какой-то дикий совершенно скандал был. Ну, это слабый проект. Бони Эм-то шикарная была, конечно, история. Мы все перлись. Несмотря на все это, несмотря на джаз, несмотря на какой-то прогрессив-рок и все прочее, все сходили с ума по Бони Эм. Когда вышел первый альбом, вообще это кайф был просто. Ко мне пришел мой одноклассник Вальдемар, который обожал Эмерсон Лейкенд Палмер. Вальдемар принес на катушке запись Бони Эм первого альбома и сказал, что лучшей музыки я в жизни не слушал. Раскололся. И я тоже послушал там Санни версию. Мама дорогая. Красота. Я до сих пор в машине слушаю. У меня есть. Правильно. Санни я не очень. А вот какие-нибудь Children of Paradise. Прекрасно. Оказалось, что это какие-то религиозные псалмы. Я слушал типа By the Rivers of Babylon. Да, да. Красота. Красота. Удивительно. Ну, в общем, альтернативная музыка-то была всегда. И она альтернативная большой рок-музыке, скажем так, mainstream. Она была всегда с самого начала. И группы, которые стояли у истоков, так сказать, условного панк-рока, условной альтернативы, условного гранжа и всего-всего, их сотни. И перечислять их можно часа три. Сидеть, только название перечислять. Но самое известное, наверное, все-таки это «Developed Underground». Такой первый альбом, который вышел, если мне память не изменяет, в 67-м году. Энди Уорхол «Банан». Знаменитая картина Энди Уорхола. Сама по себе она существует. Это... Похож. Похож. Похож, да. Похож. Вот. Спродюсировал Энди Уорхол. Ну, он продюсировал условно. На самом деле, группа была организована Лу Ридом и Джоном Кейлом. Потом присоединились там Стерлинг Моррисон, Мо Такер, барабанщица, которая... Девочка. Девочка, которая вызовет шок, наверное, у любителей хард-рока. Потому, что... Я много читал комментариев о том, что Ринго Стар не умеет играть на барабанах. Там и... И проще, и проще, и проще. Вот. Ну, Мо Такер... Ринго Стар по сравнению с Мо Такер, это Фил Коллинз. Вот. Она стучала молоточками вместо палочек. Потому, что палочками... Учиться надо их держать все-таки. Они вылетают из рук. Улетели. Надо немножко владеть. У нее были молоточки. Она стучала... Однажды украли барабанную установку на концерте. Она набрала просто каких-то коробок, банок консервных. Расставила их. И... Так стучала. Сыграли концерт. Нормально. Все было хорошо. Вот. Ну, Лурид... Известнейший персонаж. Известнейший персонаж. У него масса пластинок. Я тут пару принес показать. Моих любимых. Хотя, любимые все практически. Они... Лурид, он такой, как Боб Дилан. Только Боб Дилан для всего мира. А Лурид, он для больших городов. Он такой певец мегаполисов. Да. Совершенно верно. И главный мегаполис, это, конечно, Нью-Йорк. Был и есть, наверное, до сих пор. Потому, что в Нью-Йорке есть все. Как говорил Джон Леннон, в Нью-Йорке есть все. Чистая правда. Да. Там есть все. От рыбных консервов, кильков в томате российских, до атомной бомбы. Там все можно найти, приобрести. А количество проводимых ежедневно так называемых культурных мероприятий там просто... Оно зашкаливает. При этом там очень много бомжей, очень много наркоманов, очень много транссексуалов, гомосексуалистов, преступников разных мастей. И они там везде. И люди, что меня больше всего удивило, это полнейший интернационал. Да. Там любой нацист повесится от злобы после прохода двух перекрестков. Такой компот вообще застрелиться и не жить. Все. Есть все. Абсолютно. Наши в каких-то... Кольцо наших всегда издалека. Ну, наших видно, да. Я тебе, наверное, не рассказывал. А украинцев видно еще дальше. Так точно. Я ничего не имею против. Но их видно просто... Первый раз поехал в Канны на фестиваль. И один делать нечего, скучно. И я, присев на набережной Круазет, сидел, разглядывал дорогих иностранцев. Буквально через пять минут уже сформировалось. У нашего человека видно метров за двести. Вот в толпе французов, не французов. Абсолютно не так одеты. А девушек в Каннах видно совсем издалека, за несколько километров видно, что идет русская проститутка, которая стоит не меньше трех тысяч евро. Так точно. Очень дорого. Но они так не одеваются принципиально. В Каннах я, кстати, пару русских бомжей видел. Тоже замечательно. Бомжи сидят, как бомжи. Дай евро. Дай два евро. До смешного. И охрана мероприятий. Наши пацаны из Чечни. Чеченцы. Которые живут во Франции. Канн, кстати. Канн. Не Канна. Канн. Правильно. Мне не понравилось. В Канне. Это ж сельская местность. Сельская местность. Набережная Круазет. Квартал, где знаменитый кинотеатр находится. Фестивальный. А выше кинотеатра уже какие-то бомжатники начинаются. Очень скромно живут. Очень скромно. Очень ловкий был человек, который придумал там проводить фестивали. Такой наплыв. А там и кино. А там и телевидение. Только порнографии нет. А может и есть. И проститутки по 3000 евро. Марина, где яхты стоят. В Марине стоянка на время фестиваля для твоей лодки. 100 тысяч евро стоило. Там все для мегасостоятельных парней. Там я видел три, по-моему, Феррари, стоящие на светофоре. Задницу друг другу так. Ну, мы про Нью-Йорк. Неплохо живут. Да. Но супротив Нью-Йорка не тянет никто. Ну, Канн – это вообще деревня. Деревенька купола, конечно. Нью-Йорк – фантастический город. Особенно Нижний Манхэттен. Ну, условно Нижний, не совсем Нижний, а район, где находится Гринич Виллидж. Вот там вся эта заваруха и началась. Сибиджиби, он находится как раз в этом самом почти нижнем Манхэттене. Площадь называется Сент-Марк-Плейс. Рядышком, где стоит такой куб знаменитый. Видел? На острие стоит куб. Только мимо на автобусе есть. Который вертится еще. Но когда я там был, он уже не вертелся. Его уже заклинило. Заржавело, наверное. Немножко, да. Штука, да. И там вся такая арт… Не люблю это слово «тусовка». Она происходила, происходит и, вероятно, будет происходить. Хотя сейчас уже Нью-Йорк, конечно, сильно изменился по сравнению… По сравнению даже с 90-ми, не то что с 60-ми. В 60-е там вообще был сумасшедший дом в хорошем смысле. Было очень весело. И там на истсайде как раз находится этот самый Сибиджиби. Знаменитый. А на вестсайде, если идти прямо туда, там Кристофер стрит. Это самая гомосексуальная, отвратительная, чудовищная улица. Которая выходит прямо на Гудзон. И там совсем беспредел уже полный. Там памятники гомосексуалистам стоят в обнимочку. На скамеечке. Изумительно. Там есть сквер такой. В сквере лавочки. На одной из лавочек сидят два памятника в обнимку. Очень смешно. Тут недавно как раз вспоминали художественный фильм с Альпачиной. «Круизин» называется. Не смотрел? Нет, не смотрел. По-нашему это рыщущий. Как-то так. Там как маньяк-убийца. Кого-то убивают. Определяют, что это вроде как гомосексуал. И Альпачину отправляют его ловить на живца. Внедряя Альпачину полицейского в гомосексуальное сообщество. Класс. Такое, блин. Я когда-то давно на видео смотрел. Даже если сейчас пересмотришь. Неплохо. Но мы не о гомосексуалистах. Потому, что нас эта тема не очень волнует. Точнее, совсем не волнует. Мы о музыкантах, которые варились в этом соку. Кстати говоря, интересно еще вспомнил. Там в этом самом нижний сайт. Ты знаешь или нет? Там есть дом. Жилой дом, который называется Red Square. Красная площадь. Тоже недалеко от CBGB. Это жилой дом. Обычный такой. По-моему, пятиэтажный. Я не помню. Проходил мимо. Смотрел. Наверху стоит памятник Ленина. С вытянутой рукой. Я не видел. С вытянутой рукой, да. Его называют Red Square. Этот дом просто окрестили. Этот памятник Ленину вывез в 90-е годы из России один известный художник наш, петербургский. По слухам, говорят, что это Африка. Я не знаю. Я с ним на эту тему не говорил. Мне в Нью-Йорке сказали, что это африканец вывез. Сережа Бугаев. Африканец. Ну, я не знаю, он или не он это сделал. Но кто-то его привез в Нью-Йорк с целью продать. Не смог. Выгодно. Потому, что русская тема была востребована в 90-е. Было все, так сказать, на мази. Россия стоила дорого. Все, что связано с Россией. Привезли. На корабле его везли. Сколько? Два месяца. Корабль идет или месяц. Везли этот памятник. Он небольшой, но такой нормальный. Хороший. Вот. Привезли. Долго пытались втюхать. Никто не купил. Сволочник. Никому нафиг не нужно. В конце концов, подарили домовладельцу. Домовладелец его взял, поставил на крыше. Стоит теперь арт-сквэ. Теперь этот дом. Но это ладно. Вот там клуб Сибиджиби рядышком находится. И господа Лурид и Джон Кейл. Лурид он тяготел к фолку. Еще тогда. Еще в те годы. Хотя достаточно такой зверский человек. В отличие от Баба Дилана, который писал о философии мира. О том, как вообще, что происходит в мире. Он писал о прелестях жизни в большом городе. А именно в Нью-Йорке, который, с одной стороны, веселый и безумный. С другой стороны, по первости, может оказаться страшноватым. Если оказаться действительно где-нибудь в районе Кристофер стрит, в районе Сент-Марк-Плейс. Хотя народ доброжелательный. Никто цепляться не будет. Лезть в штаны тебе не будет. И прочее. И прочее. При этом преступности много. Гораздо больше, чем в России. Гораздо больше, чем у нас. Я подозреваю, что гораздо больше, чем в столице Кучевская. Она там есть. Там режут. Стреляют. Это все как бы... Ну, зависит от района. Так сказать. Ну, зависит от района. Но нарваться можно. Это я, ты знаешь. Вон я тут на Лиговке живу. За третьей помойкой от метро. Ну, и я там десятилетия. Я хожу по ночам. В два, в три ночи. Не поверишь. За эти десятилетия что-то даже не подошел ко мне никто. При этом Нью-Йорк считается одним из самых safe городов мира. Ну, там преступности много. Но на фоне общего количества жителей в проценте она ниже. И получается, что это один из самых защищенных городов мира. Я там тоже ходил по ночам. Везде где угодно. И по Гарлему. И где угодно. И... Подвожу немножко к другому. Что... Поскольку у них общество социально сильно расслоенное. Ну, вот есть районы, где беднота живет. Вот там ходить не надо. О чем они сами все время говорят. Вот здесь смотри у нас красиво. А там... Туда мы не ходим. Туда даже не смотри. Туда не надо ходить. Ничего там делать. Ну, что касается Гарлема. Он сейчас преобразился. Там очень дорогие квартиры. И реконструкция уже давно. Уже лет десять как там все застраивается. Ну, это с конца восьмидесятых. И там довольно дорого. Вот. Но группа образовалась из Лурида. Который тяготел к фолку. И Джона Кейла. Профессионального альтиста. Который играл на скрипке на альте. И изучал классическую музыку. Приехал... Он валиец. Сам приехал в Нью-Йорк изучать классическую музыку. Но столкнулся с этим упырем. В хорошем смысле Луридом. И организовали... И тот его вовлек. И тот его вовлек в беспредел. Организовали группу. Которая называлась сначала как-то не помню как. Потом стала называться Девелат андеграунд. Бархатное подземелье. И познакомились с этим самым Энди Ворхолом. Значимость которого велика и неоспорима. Но как художник я до сих пор не знаю. Он художник вообще или не художник. Аналогично. Я до сих пор не могу понять. Я тоже художник. Если он художник, то и я. То, что эта фигура значимая и сыграла свою роль в развитии современного искусства. Не только живописи, но и кино, и музыки. Это бесспорно. Но что он из себя представил как художник, я понять не могу до сих пор. Главное, что у человека есть идеи. Главное, что он художник в душе. Да. Идеи, они поглавнее. Вот одна из его картин, может быть, самая знаменитая. Она как раз и вошла на обложку первого альбома. Developed on the ground. Ребята играли совсем не похожую ни на что музыку. Вообще не похожую даже на Stooges. С иги-попом. Яростная. Играли специальную музыку. Но песни очень интересные. Знаменитая песня Winners and Fools. Которую переигрывали... Да, да. Слышал ее? Да. Знаменитая песня, которую переигрывали. Масса группы до сих пор переигрывает. Масса каверов. Очень... Well, it's underground. Это со смыслом. Underground это не только подпол. Подземелье. Это еще и подполье. Как ты понимаешь. Ну, это да. Underground, конечно. Это, соответственно, вельвет. Который у нас почему-то... Ну, бархат и вельвет. Бархат и вельвет. Это у нас разные. Хотя вельвет у нас это бархат в рубчик. В рубчик. А вообще по-народному у нас бархат называется плюшем. То есть, это плюшевое подполье. Плюшевые ребята такие. Хорошие. Хорошие, добрые. Плюшевые ребята. Но абсолютно в разрез со всей рок-истории пошли. Совершенно другая тема. Никаких песен про любовь. Никаких песен. То есть, про любовь много. Но такую любовь яростную и нью-йоркскую. Из темных подворотин Гринич Виллидж по ночам. Какая там любовь происходит. С мужской проституцией. Знаем мы такую любовь. И со всеми остальными делами. Хотя сами парни достаточно не то, что целомудренные, а нормальные мужики. Особенно Джон Кейл. Скрипач. Альтист. Я всегда его воспринимал как классического музыканта. Что такой классический музыкант? Такой классический музыкант. Они ставят ноты. Там все хорошо. Я с ним познакомился. Когда он приезжал в Петербург. Он меня сначала удивил. Потому, что сейчас придет Джон Кейл. Придет Джон Кейл. Приходит такой мужичина здоровенный. Высоченный. Рука как лопата. Такая как молотобойца. Пожалуй, руку поговорили с ним. Я говорю. Джон, а что является мотиватором твоего творчества? Вообще. Что тебя заставляет писать песни? Он меня посмотрел. Гнев. Окей. Гнев. Вот на гневе вся музыка developed underground и построена. Хотя Кейл играл только на первых двух альбомах здесь. Собственно говоря, на этом. Этот альбом еще состоит из того, что в обществе принято называть музыкой. Ну, так принято называть музыкой. Вторая пластинка. White light, white heat. Белый свет, белое тепло. То, что Майк спел. Белая ночь, белое тепло потом. Ага. Ну, белое тепло, вообще-то, это героин. White heat. Не знал. Ну, парня употребляли, но не особо. Без фанатизма. Без фанатизма, да. Как мы уже говорили. По субботам. По субботам, понемножку, да. Но все равно это плохо. Этого делать не стоит, не следует. Но вот white light, white heat, это уже не совсем то, что в обществе принято называть музыкой. Это музыка, но абсолютно уже не похожая на обычную музыку. Произведение. Ну, собственно, первая песня white light, white heat. Достаточно интересная. Потому, что музыкальные повороты, которые в ней присутствуют, зависание на одной ноте непонятной, и развитие непонятно в какую-то сторону, оно уже обещает что-то такое интересное дальше. Но дальше начинается The Gift, восьмиминутное полотно. Не очень близкое к тому, что в обществе принято называть музыкой. Но это музыка. Потому, что это классический музыкант, скрипач, альтист, Джон Кейл. Лурид тоже не на помойке найденный. Все остальные прочие. Следующее полотно. Lady Godivus Operation. Песня Лурида о девушке-трансгендере, которые делают лоботомию. Вот такая тема. Интересную тему затронул автор. У них это было можно. Для исцеления всяческих болезней, там эти лоботомии, бомбили. Смотрите художественный фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Ну, и на второй стороне «I heard her call my name» песня. Песня как песня четырехминутная. И зато потом «Sister Ray» 17 минут. То, что называется «дрон». То есть, дронирование. Есть такой музыкальный термин «дрон». Дронировать. Это значит на скрипке. И на гитаре так. И вот этот дрон 17 минут, значит, фигачит. Ну, плюс еще с басом, с барабанами. Народ перло от такого. Народ проперло просто так, что никто не покупал эту пластинку вообще. «Wild hit». Какая-то ахиняя. 67-й год. Это рассвет. Я извиняюсь перед зрителями. В очередной раз повторю термин «психиделия». Меня тут обвинили в том, что я через слово употребляю «психиделия», «психиделия». Ну, а куда деваться, если 67-й год – это рассвет «психиделия». Красивой музыки бич-бой с азским количеством голосовых наложений, с витиевательными мелодиями. «Good vibrations». «Good vibrations». Класс. Ну, и все остальные. «Битлз» и «Роллинг Стоунс» и прочее. И тут вдруг дронинг. И тут дронинг пошел. Но зато потом это стало отправной точкой и для «Нойза», и для «Индастриала», и для всего-всего-всего. И для пост-рока, и для «Гранжа» и прочее. И сейчас эта икона, в общем, уже... Вот кто основу-то заложил. Основу, да. Основу-то совершенно верно заложил. Но Джон Кейл после этой пластинки ушел из группы. Потому, что дроны дронами. Но хочется чего-то уже другого. Все-таки классический музыкант. Все-таки... Вот это, да. Там глаза уже в разные стороны. Еще один альбом «Developed Underground». Пришел «Dook You» вместо Кейла. И музыканты играли невероятное количество концертов. Несмотря на то, что пластинки продавались очень плохо, концертов было невероятное количество. Потому, что молодежь хотела их слышать. Было интересно. Как зверьки какие-то непонятные из зоопарка. Вокруг «Битлз», «Роллинг Стоунс» и «Бич Бойс». А тут какие-то зверьки. Непростые, да? Причем поют еще о том, что действительно происходит на улицах городов. Реализм. Капиталистический реализм. «Developed Underground». Лурид тоже не выдержал. Тоже ушел. Он ушел практически в процессе записи последнего альбома. Вот этого «Loaded». Перегруженный. С участием, да. С участием Лурида. Потому, что они писали. Да, они писали. Уже потом Лурид сказал, нет, не могу. Все, до свидания, ребята. Тоже не уйдешь. На этом история группы как бы закончилась. Хотя закончиться она не могла. В силу того, что интерес к ней парадоксальным образом рос, рос и рос. Сначала массового интереса не было никакого. А год за годом все интереснее, 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 интереснее. Стали покупать, покупать, покупать. Пластинки переиздавать, переиздавать, переиздавать. Стали их мести вообще. Стали издаваться бутлаги. Стали издаваться какие-то там неизданные номера, репетиционные записи. И прочее, и прочее, и прочее. И время от времени они стали собираться, давать концерты. Хотя Лури с Джоном Кейлом друг друга не очень-то сильно любили в тот момент времени. Потому, что оба были лидерами в группе The Velvet Underground. И когда два лидера, это всегда не очень хорошо. Но... То есть, как это принято говорить, опередили время. Опередили время, безусловно. До публики доходило долго, но в конце концов дошло. Но потом, когда умер Энди Ворхол, они записали вот такую пластинку замечательную. «Лурита Джон Кейл», «Сонг фо Дрелла». Дрелла – это псевдоним такой дружеский Энди Ворхола. Вот здесь уже то, что в приличном обществе принято называть музыкой. То есть, гитара, альт, басы. И очень такая постаральная история. Безумно красивые песни. Очень печальные все, как одна. И очень хорошо спеты, очень хорошо сыграны. Замечательная штука. После чего пошли каждый своим путем. И появилась убойная пластинка «Лурида». Это второй его альбом под названием «Трансформер». Не слышал ты такого? Но это обязательно. Это вообще не мой участок. Я тут мимо абсолютно «Трансформер». О! Что? Что «О». Есть такой замечательный... Мы с тобой уже, наверное, обсуждали. Я просто не помню. Мы когда-то... Перед походом в армию в 80-м году вышел концертный альбом группы Queen. Queen Life Killers. Live Killers. Я не знаю, как оно правильно. Где на развороте Меркьюри был в этих... В кожаных фуражках, кожаных куртках с заклепками. Ну, это когда он уже перестал стесняться и заявил о себе, как об активном гомосексуалисте. Мы ничего не поняли. Глядя на это, интересно. На Остапа Бендера похож. Остап Бендер тоже из этих... Фуражки. Он из ментов. От нас это было все так далеко, что я даже не знаю. Потом как-то раз мне у нас тут в книжном магазине подвернулась книжка некоего яростного художника. Называется Tom of Finland. Не знаю. Это какой-то там певец финско-шведского гомосексуализма. У него там сплошные мотоциклисты, военные, моряки, полицейские... Морячков они любят. Извините, моряки. Но... Это к вопросу о... Оно древнее относительно. Для нас это вообще дикость непонятная. Трансформер. Вот кто трансформер? Я понимаю Bumblebee. А тут оказывается все наоборот. Здесь куча песен, которые ты слышал наверняка. И слышали все в разных аранжировках. Например, Perfect Day. Которые перепели все, кому не лень. Walk on the Wild Side. Которые перепели все, кому не лень. Satellite of Love. Которые перепели все, кому не лень. Walk on the Wild Side. Это довольно двусмысленное название. Знаешь, что такое? Walk on the Wild Side. Прогулка по дикому берегу. Когда либо человек идет снимать проститутку. Либо проститутка выходит на охоту. Walk on the Wild Side. Ну, такие у него остросоциальные. Остросоциальные полотна, да. Но здесь принимает участие Дэвид Боуи. В записи альбома принимает участие Мик Ронсон. Гитарист замечательный, который играл с Дэвидом Боуи много лет. Когда был проект как раз Spiders of Mars. Ронсон удивительный гитарист с неповторимым звуком. Совершенно узнаваемым. Таким гибсоновским. Тяжелым. В общем, альбом замечательный во всех отношениях. Good Night Ladies. Последняя песня, которую Майк использовал. Прощай, детка, детка, прощай. И, в общем, вот это пришла слава настоящая. Потому, что очень хорошо все сыграно. Очень хорошо все спето. Персонаж известнейший. И, как минимум, три хита убойных совершенно. Вот Satellite of Love, Walk on a Wild Side. И первый, который я называл. Perfect Day. Perfect Day, да. Perfect Day вообще... Вся эстрада капиталистического мира поет. До сих пор в разных версиях. И никто друг друга не спрашивает, почему в вашем творчестве столько ремейков. Да, да, да. Если песня хорошая, что же ее не спеть-то? Ну, и одна из интереснейших рок-опер, рок-музыки, сравнимая с Томми, сравнимая с Квадрофинией, сравнимая с, не побоюсь этого слова, Jesus Christ Superstar. Потому, что жанр такой, да, просто. Просто более лаконично и более по-человечески. Опять-таки, о проблемах простых людей, живущих в больших городах. Проблем у них много. Лурид, Берлин. Не слышал. Плаваю. Во всем плаваю. Слушай, слушай. Да. И всем очень советую. Потому, что это вот как раз... Ну, это уже совсем то, что в приличном отчестве принято называть музыкой. Потому, что это такая музыка-музыка. Очень мощная. И посмотри на состав музыкантов внизу. Джек Брюс. Знаменитый по группе Крим и сольному творчеству. Рэнди Брейкер. Тут почерк такой. Боб Эзерин. Боб Эзерин. Продюсер. А также и музыкант на этом проекте. Почерк хороший. Есть что украсть. Есть творческие кино. Я люблю руками писать. У всех ворую. Как подобает. Красиво. Вот. Это такая оркестровая рок-оркестровая. Такая сюита. Которую Лурид повторил уже в 90-е годы. В концертной версии. С большим составом музыкантов. Но у меня нет, к сожалению. Я даже на виниле не видел вот этого концертного исполнения Берлина. На компакте у меня было. Очень интересно. Надо изучить. Ну, это шикарно. Действительно. Если люди любят концептуальные произведения. Какие-то такие осмысленные. Большие. Не просто песенки. Шуби Дуба. А вот Берлин. Это такой удар под дых. Просто серьезный. Ну, и про Лурида можно вообще отдельно говорить. И долго говорить. И много. Потому, что пластинок у него много. И у меня их много. Я принес просто одну из них. Которую не очень почему-то любят Лурида Маны. Это Лурид Лайф. Это вторая часть. Вторая пластинка из его большого концертного тура. Первая называется Rock'n'Roll Animal. Которую все любят почему-то. Мне она не очень нравится почему-то. Я не знаю. И она очень хорошо продавалась. Rock'n'Roll Animal. Rock'n'Roll Animal. Rock'n'Roll Animal. А этот альбом вышел после Rock'n'Roll Animal. Как бы те концертные записи, которые не вошли в Rock'n'Roll Animal. И это вот для тех, кто любит гитарные запилы настоящие. Несмотря на то, что Лурид такой человек андеграундный. Но здесь просто можно даже сказать, что здесь играют два гитариста. Дик Вагнер и Стив Хантер. Это те самые гитаристы, которые очень много где играли. Не буду называть все эти группы. Но наверняка все знают альбом Элиса Купера Billion Dollar Babies. Вот это как раз Хантер и Вагнер. Два запильщика с гибсоновским звуком. Таким сочным, пробивающим. И здесь они играют... Лурид попоет, попоет, попоет. А потом минут шесть, а то и семь. Они вдвоем играют гитарные соло. С барабанами, с басом. Такие вот все вот навороты. Прямо для тех, кто любит гитарный хард-рок. Пожалуйста, Лурид Лайф. Берите, не бойтесь ничего. Что это Лурид. Что это Wild Underground. Что это Декаданс. Нью-Йорк. Это вот такой... Вот это все. Там все тут есть. И была очень интересная история. Эту волосинку принес нам в свое время Борис Гребенщиков. Когда мы были молоды, все носили бороды. И жили в Купчино. Принес Борис Гребенщиков нам ее. Вот послушайте новый Лурид. Мы стали слушать. И кто-то из нас говорит... Когда вот началась вот эта гитарная вся эпопея. Семиминутная. Слушайте, как играют. А в зале какая тишина. Все торчат. Борис так сидит и говорит... А может быть все ушли? На! Не выдержали. Все торчат. Тишина. Никто даже ни одного крик. Может все ушли? Разными путями шли артисты. И я снова принес эту пластинку. Которую в прошлый раз приносил. Джон Кейл ее продюсировал. Между прочим. Из группы его от Underground. Кейл занялся продюсерской деятельностью. И не продюсировал он группы Yes. И Genesis. Это все было не его история. Вот Stooges. 1969. I wanna be your dog. I will fall. Десятиминутное полотно. Гитарное зверство. И гип-попа. Спродюсированное Джоном Кейлом. Искал таланты. Протопанк. Классика. Искал таланты. Надо сказать и нашел. И находил. И нашел. Потому, что эта пластинка тоже одна из икон альтернативной музыки. И, конечно, всем советую ее послушать. Она сильно интересна. И гип-поп. Вообще, я там начал говорить в прошлый раз что-то про гип-попа. Гип-поп не такой простой парень, как многие могут подумать. Он, в общем-то, музыке достаточно сильно учился. Но не в музыкальных училищах, а на улице и в разных бендах. В частности, он уехал в Чикаго. В какой-то момент времени в Чикаго. Играл на барабанах. В блюзовых черных группах. Это для меня, кстати, всегда было страшно заметно. Все команды, которые лично я слушал, они все белые. И никогда у них не бывает, чтобы там хоть кто-то... Вот пополам как-то был. Никогда не бывает. Я такой. Сейчас бывает. Раньше не было категорических. Не то, что он с черными играл. Вот он играл. Вспоминая немедленно хорошую книжку под названием Молот богов. Где там про Пол и Дзеппель. Как там Роберт Плант стоял на перекрестке. И вдруг возле него остановился грузовик. Оттуда выскочил водитель. Подскочил к нему. Плюнул ему в рожу. Обозвал его волосатой сволочью. Иди постригись, тварь. Плант со вставшими дымом волосами. Прибежал в гостиницу с криками, что здесь происходит. Я же белый. Я представляю, что здесь творится с черными. Ну, да. А поп играл с чикагскими блюзовыми музыкантами. Что пошло очень ему на пользу. Потому, что он там и научился петь, слушая. Его принимали хорошо черные блюзмены. А чикагские блюзмены обы кого не возьмут в компанию. Люди понимали, что нужно делать. И там он и научился петь хорошо. Потому, что он поет. У него манера все-таки блюзовая такая. Он немножко низит всегда. Как блюзмены делают часто. Они немножко чуть-чуть вниз. Такой у них получается история. И у попа это все прослеживается. Но Джон Кейнс продюсировал еще немало пластинок. В частности, совершенно гениальную Патти Смит. Я не скажу, что все пластинки у нее гениальны. Страшно популярная была. Но первые две просто это убой вообще. Вот Джон Кейл спродюсировал Хосос. Первый альбом Патти Смит. Кони. Да. И замечательная песня здесь сама Хосос. Она длиннющая. Тоже она минут десять, наверное, идет. Я не помню, сколько точно в финале. И она такая кейловская. С дранированием. Руки напомнят. Руки напомнят. Да, да. А Патти Смит, она интересная барышня. Она тоже была здесь, в Сибиджибе. И считалась панком. И до сих пор у многих считается панком. Хотя... Я тоже много лет ее считал панком. Хотя в тот же период, примерно, когда я познакомился с Джоном Кейлом, я познакомился и с Патти Смит. Когда она приезжала и давала концерт в Санкт-Петербурге, в Мюзик Холле. Я с ней поговорил. И выяснилось, что она в чистом виде хиппи. И была всю жизнь, оказывается, хиппи по мировосприятию. Но она просто жила в районе Сент-Парк-Плейс. И выступала в клубе Сибиджибе. И пела свои безумные яростные песни. А по мировоззрению она в чистом виде такой мир-любовь. Дети-цветы. Всех люблю. Всех целовать. И давайте заниматься любовью, а не войной. Любой спасет мир. Любой спасет мир. И никакой она не панк, конечно. Такой пацифист, собственно говоря, я бы сказал. Но песни очень яростные. Особенно, первое, это просто хорошая пластинка. Достаточно авангардная. Хотя, достаточно музыкальная. А вот радио Эфиопия, это вообще просто удар не то что под дыха, а по почкам, по печени, разрыв легких и все остальное. Это Эфиопия по-эфиопски? Ну, это, видимо, да. Я не знаю, что тут. Коляка-маляка какая-то. Допросят меня Эфиопия. Похоже на каляку-маляку. Да. Я не знаю, есть ли у них свой алфавит или нет. Она считалась самой красивой девушкой этого района Нью-Йорка. И Эфи говорили, что у нее самая красивая грудь из всех, которых только видели, те, кто видели голую Патти Смит. Мы не видели. Я не видел. Тогда было немодно это. Когда я с ней познакомился, она была в одежде. Увы. Я лишен этого удовольствия. Я верю на слово просто. Опытным парням. Да. Которым повезло. Она была подругой большой Тома Верлена из группы «Телевижн», которую я в прошлый раз приносил. Которую еще принесу. Потому, что «Телевижн» это тоже отдельная история. Это такое начало настоящей новой волны. В Нью-Йорке же не было термина панк-рок. Потом придумали. Нет. Придумал Макларен в Англии. А в Нью-Йорке не прижилась эта история. Там была просто новая волна. Какой панк? Потом уже, когда пошла коммерция... Эти же вещи придумываются для продажи пластинок. Для сортировки их в музыкальных магазинах. Раздел какой. Вы что любите? Панк? Или хард? Вам туда. Вам сюда. Когда это уже вошло в обиход, уже стал панк. Не помню, кто-то где-то в журнале «Ровесник» читал. Какого-то талантливого исполнителя спрашивали. А как вы пластинки покупаете? Я хожу в магазин с бабушкой. И покупаю только то, что вызывает у нее наибольшее мерзенье. Самые гнусные обложки. Безошибочный у бабки вкус. А что касается Джона Кейла. Собственно. У него достаточно много сольных альбомов. И они все невероятно интересны. В разных стилях. И о нем я хочу поговорить. Когда мы будем говорить об альтернативе. Об электронной музыке. О каких-то уже необычных находках. У него замечательная пластинка с Брайана Мына. Есть «Ронг Вэй Ап». Такая больше ииновская, чем Кейловская. Для начала. Для ознакомления с творчеством Джона Кейла. Я рекомендую этот концертный альбом под названием «Саботаж». Абсолютно ревущий. Вот тот самый гнев, который он и декларировал при знакомстве. Когда я спросил его. Что же главное в вашем творчестве? Гнев. Вот тут воплощенный гнев просто. И такая штука поспокойней. Хони Суа. Поспокойней, но абсолютно роковая. Абсолютно тяжелый, быстрый, забойный, мелодичный рок. Что удивительно мне было для Джона Кейла. Потому, что он все-таки авангардист. Все-таки в какие-то уходят другие мелодические построения. А здесь он набрал молодых ребят себе в команду. И они сыграли такой рок-рок. При этом с запоминающимися очень мелодиями. Очень яркие песни. «Dead of a life». Вообще это просто хит. Радиохит такой. При этом не попсовый. А откровенно такой роковый. Прямой. Честный. Угу-гу. Концепт обложки. Энди Орхол. По-прежнему. А куда деваться от этих ребят. Ага. Еще одна группа нью-йоркская. Которую все знают наверняка. Многие, наверное, не любят. А многие обожают. «Токенхэдс». Кто не в курсе, «Токенхэдс» это вот… Это мы. Как мы сейчас. Это башка в телеговорящая голова. Это новостные программы. «Токенхэдс» Дэвид Бирн. Где? Знаешь, да? Слышал. Для тех, кто вообще не знает, что такое «Токенхэдс», я настоятельно советую включить компьютер, или телевизор, или что-то еще, и посмотреть музыкальный фильм. Ты не видел такой? Нет. О! Ты получишь истинное наслаждение. И посмотреть фильм «Токенхэдс», который называется «Стоп мэкинсэнс», снятый в 83-м году. В 84-м он появился уже… Ну, собственно, в 83-м он вышел, в 84-м уже стали его широко издавать на альбомах. Это запись концерта «Токенхэдс», снятая на несколько кинокамер. Не теле каких-то, а это настоящий такой фильм. Причем… Это очень дорого. Причем это концерт настоящий. Снимали его два дня, арендовали большой зал. Там пришла публика, которая… Публика пришла за еду и за кайф посмотреть на выступление «Токенхэдс». Их там кормили, поили, они слушали. Два дня снимали концерт «Токенхэдс». Но это без дураков, это чистый концерт. Без наложений, без доработок, без чудес. Когда дубль не получался, по камере или по звуку что-то, они переснимали просто. Но сняли честный абсолютно концерт. Я могу сказать, что, во-первых, это трейдмарк «Токенхэдс», «Стоп макинсэдс». Всем смотреть просто это обязательно. И это, наверное, один из лучших концертов, который я видел в жизни вообще. Но ты посмотришь, ты обалдеешь. Ты одуреешь просто. Тебя снесет от этого. Как «Токенхэдс» вот такое сделали? Начинается удивительным образом. Полный зал. Абсолютно голая сцена. Убрано со сцены все. Задники, кулисы. Нет вообще ничего. А сцена как выглядит? Кирпичная стена и сцена. И больше ничего нет. Вот такая вот голая сцена. Просто без ничего. Стоит один микрофон на стойке. Выходит Дэвид Бирн в белом костюме. На нем висит акустическая гитара. В руке вот эта такая мыльница-магнитофон. Стоит магнитофон перед микрофонной стойкой. Говорит, сегодня мы будем слушать магнитофон. Включает магнитофон, нажимает кнопку. На магнитофоне записана фонограмма дешевейшей драм-машины. Тембры такие, как были в Советском Союзе на драм-машинах. Примерно такая пукалка. Были такие советские? Да. Кстати, о птичках, извини, перебью. Для меня вот эта самая новая волна. Она в первую очередь ассоциируется с электрическими барабанами. Ну, новая волна без всяких электрических барабанов. А начинается концерт именно так. Вот эта вот говняшка стоит и нажимает. Я помню крики тогдашние. Ну, теперь-то барабанщики-ударники не нужны. Вот оно так. Стучит равномерно. Вы обалдеете. Делай любое. Оказывается, живые люди стучат гораздо веселее. Да, вот Бирн нажимает на клавишу. Начинается эта пукалка из магнитофона. И Бирн под эту пукалку начинает на акустической гитаре играть знаменитый хит «Token Heads» под названием «Psycho Killer». И вот я смотрю концерт «Token Heads». Вот стоит эта пукалка. Бирн с акустической гитарой «Psycho Killer». При этом двигается он примерно так, как двигался Петя Мамонов. Который снял все свои движения с Дэвида Бирна. Вся его пластика. Кто мог подумать. Вся его пластика, все его движения. Все его нелепые падения. Это в чистом виде снято все с Дэвида Бирна. Потому, что Петя обожал «Token Heads», обожал Бирна. Внимательно на это все смотрел. И делал так же. Он занимался пантомимой. А там специальные тренинги. Я сам занимался в свое время пантомимой. В чем смысл? Тебя учат как-то правильно двигаться или чего? Равновесие. Основа пантомимы – равновесие. На одной ноге, на пальцах, по-всякому стоять. Равновесие – координация. И Петя этому учился. Плюс перенимал манеру Дэвида Бирна. Если вы можете представить себе Петю Мамонова в этом виде. Если вы любите Петю Мамонова и его творчество, то вот сюда. Да. Вам сюда. Вот. Он играет первую песню Psycho Killer. Выходит басистка Тина Вейморт. Они вдвоем играют с басисткой. Потом выходит Джерри Харрисон на следующей песне. Потихоньку присоединяются. Играют втроем. Потом на фуре выезжают барабаны с Крисом Францем, уже сидящим за барабанами. Они играют квартетом. И внезапно мы понимаем, когда смотрим этот концерт, внезапно понимаем, что мы видим прекрасно оформленную сцену. С кучей аппаратуры. С кучей инструментов. Играет токен хэд с квартет. Плюс замечательный черный гитарист. Плюс два перкуссиониста. Они же клавишники. Обставленные клавишами со всех сторон. Два человека на клавишах. Одновременно у них еще куча барабанщиков. Отдельный перкуссионист в углу сидит. Крис Франц продолжает на барабанах играть. То есть, там человек десять на сцене. С кучей оборудования всего. И лом такой идет. Что просто вот так вот прижимает к стулу. А начиналась драма. А начиналась... Сегодня мы слушаем тейп-рекордер. Мало того, что музыкант. Еще и опытный драматург такой. Это класс невероятный просто. И после этого группа немножко изменила направление. Хотя они уже в африканские штуки пошли довольно близко к началу. Это второй альбом. Невероятно энергичный. Если первый он какой-то... Он не акустический. Это красненький, который я показывал. Не то чтобы акустический, но такой прозрачный достаточно. Это уже такой адский ритм совершенно. Адский ритм, который завораживает, затягивает. При этом это не диско никакой, не попса. А такой вот совершенно непривычный рок. Совершенно непривычный, чистый, прозрачный, филигранно отточенный. Но вот такой мотор, 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 мотор. И пришел к ним Роберт Фрипп. На полосинку Fear of Music. Боязнь музыки. Да. И стал играть страшные вещи там совершенно. Ну, Фрипп. Фрипп есть Фрипп. Стал играть страшные вещи. Потом пришел Адриан Белью на Remain in Light. Адриан Белью помнишь, да? Знаешь? Нет. Гитарист группы King Crimson. Извините. Вспомнив Фрипп, они... Ну, они вдвоем. Начиная с дисциплины, они вдвоем. Я сразу принялся думать про Джека Лондона. Смог Белью и Малыш. Вот. Пришел Белью на Remain in Light. После Remain in Light вышел концертный альбом, где есть, кстати, тоже Белью. Здесь два... Это двойник. Две пластинки. Одна без Белью. Вторая с Белью. The name of this band is Talking Heads. Да. Живьем. 80-80. Да. Где Белью играет те самые рычащие, вопящие гитарные звуки, которые он сыграл на пластинке Discipline. King Crimson. На Elephant Talk. Если ты помнишь, да? Помнишь Elephant Talk? Вот эти вот его штучки. Вот здесь он все это отрабатывал на этих концертах с Talking Heads. И есть, кстати, видео-версия концертов вот этих. Я ее видел один раз в жизни, пьяный. И не знаю, где ее взять. Где-то она существует. Я думаю, что в YouTube можно найти эти концерты. В YouTube наверняка. Вот. Но это ладно... Stop Making Sense главнее. Вот Stop Making Sense это просто... Это... Это... Это удар... Невероятный. И однажды я шел по улице Стремянной в 90-е годы. Мимо пивного ларька. Напротив бани на Марата. Знаешь, бани на Марата, да? Конечно. Там в 90-е годы стоял ряд... Там теперь ресторан-гастрономика. А была неплохая баня, между прочим. Там стоял ряд ларьков. Я подхожу к одному из ларьков. Смотрю, стоит Сева Гакель. Рядом с ним какой-то волосатый, высокий человек в черном плаще. Мы поздоровались. Привет, привет. Я поздоровался с этим высоким волосатым человеком. Он как-то так кивнул, улыбнулся. Подошел Саша Ляпин тут же. Откуда тут? Ну, случайно встретились. С другой стороны идет Ляпин. Ну, в центре все жили. Мы тоже поздоровались. Сева говорит, что вот это Саша Ляпин, музыкант петербургский. Это Леша Рыбин, тоже музыкант. Это Дэвид. Мы поздоровались. И разошлись. Я прихожу домой, и что-то меня точит. Что-то такое... Не пойму. Что это было? Что это было? Не посмотрите ли мне Stop Making Sense еще раз? Ставлю Stop Making Sense. Мать-перемать. А это не Бирн был случайно. Я его пивновывал. Я решаю. Звоню Севе. Говорю, Сева, слушай. А с тобой рядом... Это не Дэвид Бирн стоял? Он говорит, да, это Бирн. А ты не узнал? Я говорю, нет. А он волосатый был. Он вообще с короткой стрижкой. На концертах везде. У него короткая стрижка аккуратненькая. Такой студент был. Студент, он же профессор. Аспирант. Дэвид Бирн. Надо же. Какого к нам занесло-то? А он приезжал два раза. Или три даже. Он несколько раз был в России. Он занимался фотографией, помимо музыки. Во-первых, у него была пара концертов. Он приезжал с сольными проектами уже. И приезжал. У него была собственная фотовыставка в Москве. Не видал. Неожиданно. Ну, и еще три пластинки. Токенхэтс. Тоже. Тоже туда же. Просто туда же в коллекцию нетленок. С песней television man road to nowhere. Ну, парни такие, да. Да. Необычные. И последний альбом Tokenheads, который считается самым лучшим. Мне он не кажется самым лучшим, но он самый африканский из всех. Африканский в хорошем смысле. То есть, здесь нет стилизации под какие-то национальные эти дела, под негритянские песни. Здесь просто использована манера, ритмы. В первую очередь ритм, конечно, использован. Манера пения, манера подачи. Ну, это саундтрек из фильма True Stories. Тоже очень хорошая песня, но саундтрек необязательный на самом деле. Хотя, хороший очень. Изобретательный парень. Да. Они сначала озвучили фильм, не предполагая пластинку, а потом песни им так понравились, что они сказали, что надо альбом выпустить. Почему бы нет. Почему же так? Ну, и если не надоело... Давай, давай. Можно отправиться... Я боюсь, я за неделю не успею все послушать. Надо, надо. А это кто у нас? Это Роберт Фрипп. Мы до него дойдем. Уже упоминали один раз. Кстати говоря, да, мы дошли до него. Вот пластиночка Роберта Фриппа «God Save the Queen», на которой поет тот самый Дэвид Берн. Угу. Боже, храни королеву. А, я хочу, чтобы ты озвучил текст песни. Достань вкладочку. А, ну, вот она. Можно зачитать текст, который написал Роберт Фрипп. Автор текста Роберт Фрипп поет Дэвид Берн. Трампетс. I can hear trumpet. Трубы. Я слышу. Трубный зов. Я слышу, да. Солепсизм, эвфемизм, пессимизм, поэнкилизм, флагелизм, нигилизм. Глубоко берет. Первый куплет. Уризель о уризель. Это демон какой-нибудь. Ну, типа. Негативизм, позитивизм, легализм, ассинизм, цинисизм, терроризм. Уризель о уризель. Юризм, туризм, неологизм, империализм, клеверизм, критицизм, катастрофизм, апофотоцизм, догматизм, апологитизм, схизм, схизм, баптизм. Беллс, I can hear bells. Трубный зов. Колокольный бой. Уже отгремели, теперь уже колокола пошли. Консерватизм, либерализм, центризм, социализм, коммунизм, ленинизм, марксизм, маоциизм, коммунизм, троцкизм, фиделизм, фашизм. Ох. Ох, наворочено. Сандер Хир. Невимен. Матрос какой-то пришел. Скавистизм, кинесисизм, пневматологизм, зеандритисизм, синергизм, монотелитизм, нестарианизм, саградалатизм. А представляешь, какого бирну это петь было все? Экклезиастицизм, евхаристизм, епискополеонизм. Хе-хе-хе. Протяжный крик завершает. Remain in hell without despair, о Уризель. Оставайся в аду. Безотчаяния. Сиди там. Не грузи вообще. Стоп. I am resplendent in divergence. Вообще не понимаю, что это такое. Глубоко берет. Слышишь, каково это? Выучить и спеть. Невозможно. Спеть и попасть в тональности. Думаешь, без бумажки пел? Я думаю, что с бумажкой. Но надо же точно в ритм попадать. Надо же в долю все это было. Люди работают. Роберт Фрипп. Не шаляй-валяй. Роберт Фрипп сказал в 1975 году, когда вышла пластинка Red. Знаешь, что он сказал? Он сказал, что это последняя пластинка рок-музыки. Это последняя пластинка большой рок-группы. На этом история больших рок-групп заканчивается. И дальше будут существовать... Большие тоже будут существовать динозавры. Никуда они не денутся. Они своей смертью умрут когда-нибудь потом. Но вся сила будет в маленьких мобильных коллективах. В 1975 году сказал, что поразорливый Роберт Фрипп и был прав. Очень давно. И был прав. Да. Но он монстр. Он предвидел все. И, собственно говоря, он создал эти маленькие мобильные коллективы. И Кинг Кримсон, который существует по сей пору, он и является таким же маленьким мобильным коллективом. Несмотря на то, что там три барабанщика на концертах бывает. Бывает еще достаточное количество музыкантов. Но там состав меняется. И все это очень мобильно. Все это такое текучее. И там нет такого конкретного состава. Выходит рок-группа. Джон Лорд. Ричи Блэкмор. Ян Пейс. Такого нет даже близко. Там все вот так вот уже меняется. А в этот период Фрипп играл вообще по... Не знаю. Там 300 концертов в год. И играли они с разными составами в студенческих аудиториях. Там в кафе. В каких-то... В небольших клубиках. То есть, он ушел от этой стадионной, зальной, огромной концертной деятельности. Стало вообще неинтересным. Просто он... Занимался любимым делом. Занимался любимым делом, да. В общем, существует масса пластинок. Масса записей. Цельных работ Фриппа. Которые там написаны. Сыграны в кафе каком-то... В Париже. В кафе в Берлине где-то. И... Постоянно ездили. Постоянно играли в этих кафешках. Наверное, ни в чем не нуждался. Я бы первое, что заподозрился. У человека были деньги, которые позволяют ему заниматься... Безусловно. 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 Какое счастье. Я тебе доложу. Я всю жизнь работал за деньги. Только за деньги. Не имея к работе ни малейшего интереса. Только тот, который я сам себе мог внушить. А тут вдруг такое. Любимое дело, которое приносит бабло. Редчайшее. А мне удается совмещать. Ты знаешь. Мне тоже удается. У меня есть работа за деньги. Конкретная. Да. Есть работа для себя и для вечности. Не побоюсь этого слова. Какой-никакой результат. Хороший, нехороший. Но два полнометражных фильма я снял. Для вечности. Понравится, не понравится, останется. Они останутся. Кому-то нравится. Я знаю много людей, которым нравится. Знаю много людей, которым не нравится. Фильмы имеют такое свойство, что... Не проводя никаких параллелей. Многим не то, что не нравится. Я уже не говорю про The Velvet Underground. Которые многие вообще не считают. Не то, что за музыку. Коллектив вызывает такой приступ негодования бешеного. О чем, я думаю, что мы в комментариях прочитаем. Когда люди послушают... Побесим гражданам. Когда люди послушают пластинку White Light, White Heat. Я представляю, что они напишут. Любители группы White Snake. Творчество которой ты так и не осветил. Не осветил, да. Напишут. Дмитрий Юрьевич, гоните вон этого ублюдка. Ну, Ковердейл совсем пообслушал. Это несерьезно. Есть неплохие песни. Но нет. Вот. Тем временем в нашей замечательной Англии начала действовать группа, которую, я считаю, одной из величайших групп вообще в рок-музыке. Одной из. Я не из тех, кто говорит, вот это группа номер один. Я в комментариях читал, кстати, много, что Пинк Флойд – это группа номер один всех времен и народов. Ну, для тебя, наверное, да. Нет, я не знаю. Нет групп. Я не могу назвать группу номер один. Я не могу назвать фильм номер один. Это лучший фильм в мире. Ну, вот мне, как и тебе, как и всем остальным, в разном возрасте нравится разное. И то, что тебе в 17 лет казалось таким мега-шедевром, сейчас даже заплачешь, наверное, от сожаления. Ну, да. Какой же... Я скажу страшное. Я скажу страшное. Я недавно пересмотрел Андрея Рублева. Скажу страшное. Он мне не понравился. Да? Да. Хотя я смотрел его раз десять, наверное, приходя в неописуемый восторг. И в юности, и в зрелом возрасте. Меня просто переворачивало кое-кино. Я недавно его пересмотрел. Включил ночью телевизор в приступе бессонницы. И там по какому-то русскому каналу идет Андрей Рублев. И думаю, ох, кайф. Вот сейчас буду смотреть. И бессонница. И я посмотрел где-то минут сорок. И перестал. Вот так меняется. Но он тупеет. Ну... Это неизбежно. Все тупеем. Я школу прогуливал. И бегая по Невскому проспекту... Там кругом были недели фильмов Тарковского. Я не мог ничего посмотреть. Типа... Белые волки какие-нибудь. Лихорадка на белой полосе. Недели Тарковского. Я смотрел Андрей Рублев. Его ж зажимали. Как ты знаешь. Не показывали. Поэтому недели фильмов Тарковского... Ну, его не зажимали. Нет. Это я острю так. Ты остришь. Его не зажимали. Он шел большим экраном. В кинотеатре Планета. Я помню. У нас на космонавтов. Большим экраном. Несколько... Я не знаю. Неделю-полторы. Андрей Рублев. Люди ломились. Золные залы. Да. Это залы по тысячам мест. Планета. Меридиан. Слава. Из-за того, что Тарковского зажимали. Все это... Я пошел посмотрел. Ну, начиная с начала. Где там пришли какие-то опричники, не опричники. И талантливого Ролана Быкова. Мордой об стол приложили. Он говорил. Хороший фильм. И до конца не отпускало. То есть, я сильно удивлен был. Думал, какая-то мультика. Я смотрел раз десять Тарковского. Хорошая, да. Не Тарковского. Андрея Рублева. Раз десять. И кайф был полный. А последний раз что-то я вообще... Ну, взрослеешь. А Сталкера вчера посмотрел с огромным удовольствием. Вот тут у меня. С огромным удовольствием. У меня тут ровно наоборот. Это любимая книжка моего детства. И я такого издевательства перенести не смог. Ну, он не по книжке совсем. Естественно. Он где-то около книжки существует. Рассказы про вот это лучшее в мире. Мне это сразу в кулинарной области. Что вкуснее свиные шкварки или жареная картошка. Как вы можете сравнивать это? И то, и другое. Прекрасно настолько, что словами не выразить. Ну, так и тут. Это хорошо про это. Это хорошо про то. И в разном возрасте, повторюсь, разное. Так кто же это? Энди Патридж. Такой английский музыкант, который в юном возрасте увидел по телевизору выступление группы «Манкис» американской. На мой взгляд, это ужасная группа совершенно. Жуткая. Это мальчуковый проект, так называемый. Мальчуковый проект, члены которого... Не буду даже говорить слово «участники». Члены группы «Манкис» вообще не умели ни на чем играть и петь, а выступали в качестве таких... Не побоюсь такого слова. Придурков. Придурков красивых, да. Повещих. А потом научились играть и петь. Стали играть и петь «Манкис». Чудеса бывают. Молодой Энди Патридж увидел «Манкиса». Они ему дико понравились. Он захотел. Он был молодой совсем. Ему захотелось играть тоже в группе. Так же, как «Манкис». Так же круто. Он украл гитару в молодежном клубе. Чью-то. Не знаю. Пошел на чей-то концерт. Подрезал гитарку. Спионерил, да. Подрезал гитарку. Стал учиться играть на гитарке. Учился, учился, учился. Познакомился с молодым человеком, которого звали Колин Молдинг. И они создали группу, которая через некоторое время стала называться «Экстиси». Такая вот аббревиатура. «Экстиси». Ну, это как экстази. Ну, как экстази, да. Они руководствовались исключительно тем, что… Вот этот логотипчик придумали. Такое написание. Что его удобно на постерах размещать. Будет ярко. Будет узнаваемо. Будет ля-ля-ля. Ни фига не было узнаваемо. И никому это было все не надо. Писали сотни песен. Сотни. Никому было совершенно это не надо. Обозлились. Так. Собрали полный состав. Стали играть по клубам. Пошла волна, как раз к тому времени, 76-й год, пошла волна условно называемого панк-рока. Они очень под это дело подходили. Играли очень энергично, громко, быстро, коротко. И фирма Virgin ими заинтересовалась. Выпустили они две пластинки. Мне нравится отличная шутка из журнала «Ровестик» про группу Def Leppard. А я не знаю. Главное достоинство этих песен, они короткие. Главный недостаток этих песен очень много. Выпустили две пластинки очень хороших. Опять, меня там ругают, что я часто говорю слово «хорошие». Прочитай, пожалуйста, как они оформили второй альбом. Это оформление второго альбома. Прочитай. Это оформление второго альбома. Это обложка пластинки. Дальше. Давайте привлечь ваше внимание и подбадриваем вас. Купите ее. Когда купите, может быть, даже мы вас убедим послушать музыку. Это, на всякий случай, второй альбом XTC. Смешно. А потом мы хотим, чтобы вы ее купили. Это, видимо, у них в магазинах послушать можно было. У нас такого не было. Идея. Идея в том, что чем больше вы купите нашей пластинки, тем больше денег Virgin Records, это этого Брэнсона. Компания. Да. Тем больше денег получат Virgin Records. The Manager Ian Wright and XTC. Manager Ian Wright и сами XTC больше денег получат. Это называется удовольствие. Ближе. Все получат удовольствие. В таком духе дизайн второго альбома. Хорошая обложка привлекает больше покупателей. Доставляет больше удовольствия. А эта надпись старается вовлечь тебя. Смешно. Необычные парни. Богато написано. Желающие могут почитать. Прогресс у них был невероятный. А это обратная сторона. Обложки пластинки. Тут все в порядке. Каталожный номер такой-то. Смешно. Прогресс был невероятный. Они научились играть так, как не знаю кто. Англичане типичные. Сравнить их я могу только с Робертом Фриппом. Наверное. По технике игры на инструментах. Это какие-то звери просто невероятные. При этом играли первые два альбома. Такой можно условно назвать новой волной. Панк не панк. Но новая волна. Но настолько замороченная. Настолько инструментально сложная. Настолько она непонятная. Что интерес вызывает. Клавишником у них здесь был некий Барри Эндрюс. Очень хороший клавишник. Профессиональный музыкант. Который обожал Джона Лорда. За что был бит артистами. Они выбивали из него любовь. Джона Лорда. Джону Лорда. Говорили, что мы играем другую музыку. Научись играть нормально. Научись играть нормально. Что ты начинаешь. Какой-то блюз-рок с элементами Баха. Какой-то микс. Микс Бадди Гая и Аганна Себастьяна Баха тут устраиваешь. Это нам не надо. Это все уже сыграно 28 миллионов раз. И Барри Эндрюс ушел из группы. Клавишник. И пришел он куда? Правильно. Пришел к Роберту Фриппу. Где его ценили. За его пристрастие. Пришел к Роберту Фриппу в группу Лига джентльменов. Где совсем пришлось позабыть про Джона Лорда навсегда уже. Вытухтали в нем. Да. Я думаю, что здесь он уже даже во сне не вспоминает, кто такой Джон Лорд. И что он раньше вообще играл когда-то на клавишах. Здорово. То есть, Роберт Фрипп проходит неким связующим звеном все-таки здесь. Между Token Heads, между XTC и прочими артистами. Пришел Дэйв Грегори. Мультиинструменталист, гитарист, аранжировщик. И сформировалось ядро группы XTC. Дэйв Грегори, Энди Патридж, Колин Молдинг. Ловко придумано. Вышел альбом Drums and Wires. Ловко придумано. Таланты, блин. На котором есть песня Ten Feet Tall, являющаяся, не побоюсь этого слова, толчком для написания песни Виктором Цоем под названием Восьмиклассница. Ten Feet Tall. Можете послушать, она есть везде, естественно. Но, поскольку мы играть не очень хорошо умели во время написания песни Восьмиклассница, то в Восьмикласснице использовано только инструментальное вступление и запев первого куплета. Дальше мы двинуться не смогли, потому что дальше начинаются какие-то сложности невероятные, которые нам будут... И так нормально. И так хорошо. Вот. Но этот альбом... Это... Я не очень люблю вот это для обязательно прослушать, не обязательно прослушать. Ничего обязательного нет вообще. Но это уже такой шаг вперед для группы. Такие странные гитарные ходы. Такие странные вокальные мелодии. Но при этом так все чисто, так все правильно. Правильно, неправильно. Угу. Угу. Что вызывает просто оторопь. Как вообще люди могут так играть? Как они... Это что должно быть в голове, чтобы так... Это примерно такое же ощущение, когда слушаешь Кинг Римсон. То есть, как... Что в голове... Какое такое построение вдруг? Очень хитро. С чего? С чего это? Да. И вот здесь то же самое и присутствует на этом альбоме Dramats and Virus. Песня Complicated Game. Последняя. На мой взгляд, одна из самых страшных песен рок-музыки вообще. Страшнее, чем весь Black Sabbath вместе взятый. Хотя она очень простая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И такой просто мрак. Чудовищный. Complicated Game. Посмотрите. Срочно заслушайте. Если есть текстик. Я не помню. Здесь текстика нет. По-моему, у нас нет текстика. Сорока пяточка только у меня есть тут. Ну, вот заслушай. Complicated Game. Да. Обратимся к Марксу. Вдруг есть. А посмотри. Кстати, я попрошу еще один текст потом найти. Millions. Совершенно убойная песня. Геликоптер. Real by real. Ну, Ten feet tall я уже говорил. Все, кто любит группу кино, все услышат там знакомые напевы. Будут говорить, что у Цоя сперли. I ask myself. Should I put my finger to the left? No. Угу. Спросил сам себя. Да. Пальцом показать налево? Нет. Я спросил себя, надо ли показать пальцем вправо? Нет. It doesn't really matter where I put it. Неважно, куда я показываю. Это сложная игра. Someone else will come along and move it. Кто-нибудь придет со стороны и передвинет. And it's always been the same. It's just a complicated game. И всегда было так же. Это сложная игра. Маленькая девочка спросила меня, надо ли ей сделать пробор слева? Нет. Маленькая девочка спросила, надо ли сделать пробор справа? Нет. Я сказал, это не имеет значения, где у тебя пробор. Кто-нибудь придет и сделает в другом месте. И всегда так было. Это сложная игра. А маленький мальчик спросил меня, проголосовать ли ему за левых. Тут не совсем понимаю. И спросил меня, проголосовать ли за правых. А я сказал, что все равно, за кого ты голосуешь. Потому, что кто-нибудь другой придет и проголосует иначе. Тут все время одинаковые слова. И всегда так было. Это сложная игра. Им нужен Том. Им нужен Джо. Чтобы их одеть. Выставить на представление. Или их пускают не туда, куда надо. В общем, песня достаточно антикапиталистическая. Антигосударственная, я бы сказал. Как и все творчества XTC. Они очень умные. И поэзия у них... Я бы сравнил ее с поэзией Роджера Уотерса. По направленности. Ненавижу это словосочетание социальный протест. Но они как раз отсюда. Они философы. И они пытаются найти все-таки, как не банально это звучит, смысл жизни. Смысл существования человека в обществе, в государстве, которое подавляется. Для чего государство придумано? Для подавления личности. Потому, что существование отдельной личности разрушает... Если все будут сами по себе, никакого государства быть не может. Все должны быть так или иначе едины. Они связаны с законами, общими правилами, общими направлениями движения. Иначе какое государство? Оно диалектическое. Это как в примере про ежей, которым хочется сбиться в кучу постоянно. Но чем ближе они друг к другу, тем сильнее друг к другу иголками ходят. Безусловно. Безусловно. И никак. Близость вот и иголки. Это плохо. Точно так же и люди. Если все по одному, будет такое, что никакой мрачный тоталитаризм вам покажется раем. Будет кошмар. Но при этом понимание себя, понимание своего места в обществе, понимание смысла законов, которые надо исполнять... Да, кстати, я вот, извини, перебью, скажите, что это редкий... Я не так много наслушан, как ты, но это редкий пример стихов, которые... Именно стихи, которые там безотносительно... Ну, как эти, знаешь, самое народом любимое, это так называемая баллада. Да-да-да. Вася убил Степу, Степа поскакал за Васей, и вот мы в тюрьме. Человек в телогрейке или просто ЗК. Вот это вот любимое. А правильный стих, с моей точки зрения, он вроде бы абстрактный, он ни о чем, а трогает... А смысл... В самой-самой глубине. Смысл понятен, да. И он доходит. И XTC, собственно... Не до всех доходит. Не до всех. Ну, все не до всех доходит. Да. И в этом смысле они мне гораздо ближе, чем тот же самый Waters. Потому что у него все очень прямолинейно, понятно и очень прямо. А здесь все-таки как у Дилана, который пишет обо всем. О проблемах, которые касаются всех абсолютно. Вот. И здесь то же самое, XTC. То есть, они гораздо глубже копают и гораздо более поэтично все сделано. И я повторяю, что удивительная игра всех просто. Совершенно не... Послушайте. Это... Говорить о музыке сложно. Но если кто-то один мастер, то с лохами играть невозможно. Надо подыскивать. Людей надо уровень искать. Они мастера просто от альбома к альбому. Мастерство росло, 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 росло. И непонятно, куда вообще оно придет. Потому что они все живы еще. И хотя группы не существует... Бренд остался XTC. То есть, они могут собраться в любой момент. Тем не менее... Тут еще не конец. Это не конец. Адские барабаны, которые во всех альбомах у них присутствуют. Когда продюсер спросил... Лили Уайт. Здесь продюсер спросил, как мы делаем барабаны. И Энди Патриш сказал так, чтобы сносило голову просто. Нужны вот такие барабаны. Чтобы убирало все. При этом все это не грязно. Не утоплено в овердрайве. В гитарных вот этих вот жужжалках. Невероятно все чисто. Каждая нотка на месте. Все прямо... Вот Роберт Фрипп. Причем поздний. Можно сказать так. Все прямо вот так вот расставлено. И драйв невероятный. Drums and Wires – обязательная штука. Следующий альбом – Black Sea. «Черное море». «Черное море». От которого я пришел в экстаз. Когда узнал о том, что это записано без наложений. Или с минимальным количеством наложений. Мне казалось, что работа над этим альбомом продолжалась минимум полгода. И они выстраивали плотность. Вот эту звук. Вот эту стену монтировали звуковую. Так, чтобы она давила на слушателя чудовищным каким-то таким трактором. При этом очень красивым, очень мелодичным трактором. Таким. С запоминающимися очень мелодиями. «Генералы и майоры». Здесь прекрасная песня. Вот это мне все время страшно нравится. Я люблю, когда от руки написано. Это был фотограф. И сейчас есть, наверное, Энди Корбин. Не помню. Карбайн. Антон. Антон Карбайн. Извините, блин. Который Депешмот фотографировал. Он всех фотографировал. У него альбомчик такой был. Типа слева фотография. А справа от руки написано, что это там такое. Я тоже мечтаю такое выбрать. Чтобы я тоже справа написал от руки. Очень красиво. Почерк хороший. Но я умею лучше. Там было круче. «Генералы и майоры», которые готовятся к Третьей мировой войне. Очень веселая песня. Очень мажорно веселая песня. «Journals and majors». Очень хорошая песня. И у них во всех альбомах... Они, помимо того, что играют невероятно, они еще удивительным образом поют. Они поют как... Не знаю. Но не хуже, чем «Bitch Boys», наверное. Только быстро, напряженно, язвительно, громко и яростно. Всегда такая ярость. И английская язвительность. В тембре, когда они поют... Ни одной русской группы такой нет. В пении. Такой ехидной. Никто так не поет. Это, кстати... Извини, опять перебью. Слушая, так сказать, «Bitch Boys» и прочих. Всякие мамосы, папосы. Раньше это было сильно распространено. Сразу же слышно, что люди активно тренируются. И есть огромная база. А потом у меня были знакомые, родственники, деревенские люди. И это ж было раньше одно из мега-развлечений. Не хоровое, а застолье какое-то. Ну да. Причем именно не пьяный ор там. «По танку сжахнула болванка». «Прощай, родимый экипаж». А разложено по голосам. Все там правильно поют. Удовольствие получаешь. Не пьянка какая-то. Хотя это пьянка. Все равно здорово поют. Как-то у нас это совсем не развито вообще. Я к тому, что у Бичбойса есть серьезная база, из которой они вылезли. У нас тоже вроде умеют. Но в группах я такого не слыхивал. Конечно. В основной массе. Вот Энди Патриш очень антиклирикально настроенный человек. Хотя тоже хорошо поют. А я вот только про это подумал. Они, наверное, в церквях тренировались. Они все, да. Они все практически... Ну, там, я не знаю, все не все, но 95-97 процентов. Включая Кита Ричардса, который умеет петь. Хотя у него... Кто бы мог подумать, да. У него... А когда слушаешь, как он поет, он поет чисто по нотам. Все интонирует. У него все в порядке. Сольфеджио. Все проходили. Голоса нет, что называется, певческого. Хотя... Голоса нет – это ерунда. Как госпожа Образцова сказала однажды... Ну, помню, понимаешь, да? Да. Елена. Да, Елена. Ее спросили что-то такое, что голос есть, голоса нет. Она сказала, послушайте меня. Вот я, как бы, человек в этом смысле разбирающийся. Я могу сказать, голос есть у всех. Вот если вы говорите... Вы же говорите. У вас есть голос. Все. Вопрос закрыт. Другое дело, как вы им пользуетесь? Не обязательно петь в оперной арии... Ну, это специфические вещи. То есть, у тебя там... Для исполнения оперной арии тебе голосовой аппарат надлежащим образом тренируют. Тренируют годами. Годами. Каждодневно. По жизни... Для пения по жизни это не надо. Вот мое личное наблюдение, что любой актер, который именно подачу эмоций выдает в песни... Ну, как Караченцев, например, пел. Или там Боярский. Не знаю. Любовь. Бери. Почему они настолько дико популярны? А потому, что понятно народу. Он эмоцию дает. И цепляет. И не важно, что у него там... Годов тренировки нет. Не обязательно петь, как Магомаев, пойти, как Марк Нуфлер. Да. Хотя бы. Хотя бы. Да. Голос есть у всех. Anyone can play guitar, как я говорил уже. Каждый может играть на гитаре. И каждый может петь. Абсолютно любой человек. Голос есть у всех. Сказала Елена Образцова. Не я. Вот. Я... Можно прислушаться. Вот. Абсолютно роковый альбом. Black Sea. Очень мощный. В отличие от Drums and Wires, который авангардный все-таки. Он авангардный. Это такой прямо... Но все равно другой. Все равно это не Rainbow группа. Это не Def Leppard. Это... Гораздо интересней. Гораздо глубже. В каждой песне очень много скрытых и не скрытых ходов. Неожиданных. Все время неожиданности. Все время есть момент. Удиви меня. Все время удивляешься. Как это? Как? Здесь перкуссия. Там бас вот так сыграл. Все неожиданно. И все это вместе с Лито сделано. И невероятно интересно. Таланты. Да. Потом вышла пластинка, которая считается лучшей. XTC, English Settlement, двойник. Что? Поскольку рок мы уже сыграли. Чтобы это значило. Авангард мы уже сыграли на Drums and Wires. Рок мы сыграли на Black Sea. Здесь мы сыграли уже... Я от лица XTC говорю. Здесь мы сыграли уже... Не то чтобы симфонические вещи. Потому, что нет здесь ничего симфонического. А какие-то такие... Вот опять вспомнили Beach Boys. Вспомнили Beatles. Там периоды Сержанта. Вспомнили вот эти... Боюсь слово психоделее произносить. Уже меня там задолбали в комментариях. Психоделее, психоделее, психоделее. Что-нибудь другое скажите. Ни хрена я не скажу другое. Потому, что психоделее именно такая солнечная. Очень сложно все записано. Куча инструментов. Акустические гитары. Электрические гитары. Барабаны. По-прежнему фирменная марка. Они вот такие. Считается самая лучшая пластинка. Очень хорошо продавалась. Название. Очень хорошо продавалась. Переиздавалась массу раз. В двух вариантах вышла как двойник. Вот здесь у меня он. Двойничок. И вышла как одинарный альбом. По-моему, в Японии она вышла как одинарный. У меня есть и та, и другая. Но одинарный я не слушаю. Не открывается. Нет. Не открывается. Там два альбома внутри. Очень красиво. Это английское поселение. Это, видимо, британская трава английская. А на ней крестьяне что-то нарисовали. Любимый альбом лидера... Это как есть этот, white horse. Знаешь виски? White horse. Это же тоже лошадь белым мелом выложена. Чей любимый альбом? Любимый альбом Жени Федорова из группы Tequila Jazz. Обожает эту пластинку. Я ее тоже люблю. Но не считаю ее самой лучшей. У меня другие любимые записи есть этой группы. Хотя пластинки XTC, они как пластинки Beatles. Они все достаточно разные и все удивляют сразу. Но почему эта группа не достигла мировой популярности? Ее знают музыканты. Ее знают группа Blur, например, которую Энди Патриш продюсировал в какой-то момент времени. Очень много ссылок на нее у разных артистов, когда спрашивают, что вам нравится из британской музыки. Это XTC. Это вообще... Это просто... Если не букварь, то как бы одни из таких столпов британской современной музыки. Они играли очень много концертов. Они играли очень много концертов. Тоже 300-350 концертов в год. И в какой-то момент времени Энди Патридж, который являлся главным действующим лицом коллектива, главным ядром, заболел. Ему стало тяжело играть. Заболел психически. Он стал бояться выходить на сцену. Перегорел. Может быть. Нет. Он писал песни без конца. Все время из него выскакивали новые песни, новые мелодии. Настоящий творец. Новые тексты, да. Но перестал... Сначала просто разлюбил играть концерты. Да ну, концерты... Потом, кстати говоря, музыка English Settlement, она на концертах неисполнима. Так же, как и музыка группы Beatles из «Сержанта». Ее на концерте невозможно исполнить. English Settlement тоже на концерте не исполнить. Сколько музыкантов не нагоняй, все равно такого не сделаешь. Именно вот эти студийные штуки всякие. Это недостижимо. Возвращаясь к группе Pink Floyd, всеми любимые, у них попроще материал. О, как. Все просто. У них материал музыкальный попроще. Просто, если брать песню, они безумно красивые. Они очень хорошие. Но музыкальный материал, собственно, по партиям разобрать, он проще гораздо. И на концерте это можно все сделать и делается. А это на концерте устроит. Сумасшествие. Меня когда-то учили на фоно играть. Увидев как-то впервые ноты гражданина Листа. Как он там наяривал. Там же это... В безумии просто. Как ты так выхитриваешься? Невозможно. А первый концерт Чайковского играл? Нет. Чайковский тоже не играл. Он его не исполнял. Он не этого. У меня пальцы короткие. Помнишь, фотка Святослава Риктера? Где он лицо закрыв. Пальцы как у Чужого. С башку схватят. Они на затылке сойдутся. Вот. И Патриш в какой-то момент стал испытывать физическую боль от выхода на сцену. Он боялся публики. Он боялся вообще живого звука на концертах. Стал бояться. Профессиональнейший музыкант. Виртуоз. Может все на гитаре. Тут вопросов нет. Но у него психологический слом произошел. Он стал бояться сцены вообще на физическом уровне. И сказал, что все. Я больше не играю в эти игры. И группа перестала давать концерты. Вообще в принципе. Надо же. Превратилась в студийный коллектив. Что конечно не пошло на пользу совсем. Потому, что люди любят тех, на кого можно сходить. На кого сходить нельзя. И фирма звукозаписи Virgin тоже сказала, что ну братцы. А что же делать-то нам? Что же нам делать-то? Надо в тур. Альбом вышел. Надо в тур. Нет, не поеду. Никаких туров. Это, кстати, отвлекаясь немножко в сторону. У меня товарищи есть. Товарищи, например... Ну, сейчас же. Кинотеатры-то. Мега. Все перешло в цифру. И ты можешь показывать не только кино. Не только художественный фильм. Ты вообще все подряд можешь показывать. Чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу. Собирайтесь в зале. Орите. Смотрите на огромном экране. А друзья показывают оперы. Например. Ну, и точно так же. Ну, есть же нормальные записи. Нормальных концертов. Why not, так сказать. Почему бы не собраться. Уже дошло до того, что это типа мы с тобой можем скинуться. Заплатить денег. Прийти со своей флешкой. Привезти братву. Давайте сядем. Посмотрим. То, что мы хотим посмотреть. Не ваши вот это. Трансформеры 8. А давайте посмотрим то, что мы хотим. Ну, на мой взгляд. Дальше логическая какая-то. Помнишь? Ты читал такую замечательную книжку. Путеводитель хичхайкеров по галактике. Да. Конечно. Там продолжение. Как там ресторан на конце вселенной. Где там рок-группа. Она играла в бункере. На луне. А там голографические 20-метровые люди скакали. И все были... Король и Шут очень любили эту историю. Мечтали тоже. Так вот. Таким образом поступать. В общем, произошел у Патриджа этот самый слом психологический. Он абсолютно ликвидировал всю концертную деятельность. В связи с чем пришлось уволить барабанщика. Потому, что барабанщик для студийной группы не нужен. В принципе. Барабанщик нужен для концертных дел. И экстиси записали пластинку следующую. Маммер. Или мумер. Маммер. Без него? Нет. С Патриджем. С Патриджем. Но уже с эссионным барабанщиком. И пластинка никому кроме Патриджа не понравилась. Из группы. Ни Дэйву Грегори. Ни Колину Молдингу. Хотя здесь есть несколько его песен. Она... То есть Патридж ушел так в себя настолько. Что стал писать лирические песни. Мягкие, прозрачные, красивые баллады. Тоже сумасшедшие. Абсолютно. Тоже. Его ход мысли музыкально никуда не делался. Не исчез. Он не стал писать как Электрик Лайт Окестр. Он писал все в своем ключе. Вот эти неожиданные совершенно вещи. Но абсолютно прозрачные. Акустические такие. И ему сказали. Ну, что же. А где же наша группа XTC? Что это такое вообще? Что это такое? А Энди еще очень сильно обижался, что пластинку не покупают. Почему не покупают? Это очень хорошая музыка. Он нормальный человек. Такой конкретный. Это очень хорошая музыка. Почему вы не покупаете мой альбом? Это офигенная пластинка. Я написал очень хорошие песни. Ну, вообще удивительно. Это не мейнстрим, а рассчитано на любителей. Почему они не покупают, действительно непонятно. Это мне напоминает Квентина Тарантино. Который заснял... Помнишь, у него это как... Дэспруф. Как у нас... Дэспруф. Это у нас переводят как доказательство смерти. Что на самом деле это про неубиваемую машину. Это неубиваемая. И с ним Родригес какую-то там... Не помню. Какой-то там дрень какую-то записал. Заснял двойное кино такое. Блин. Барахло страшное. На что Тарантино сказал? Вообще не понимаю. Снял то же самое, что всегда. Что людям не нравится, понять не могу. Удивительно. Ну, вот. Мягкие лирические песни не покупали. Патриш очень сильно обижался. Я написал кайф, а вы что-то... Хотите другое? Нате вам другое. В XTC записали The Big Express. Чистый рок. Ну, в преломлении XTC. В преломлении человека, который играет на уровне Роберта Фриппа. Это не все. Там можно достать пластиночку. Сейчас. Это колесо от паровоза. Надо понимать. Да. The Big Express. Конечно. Кучегары. Патриш, от которого... В очечках. Вот такой вот. Английский интеллигент. Который очень обижался на то, что справедливо. Я не понимаю. Я пишу замечательные песни. Почему вы их не покупаете? Идиоты. Примерно как в известной песне. Где ваши руки? Бейте в ладоши, суки. Вот с выдумкой люди. Какое все-таки воображение. Пластинка рок. Но тоже как-то без вдохновения. Уже без вдохновения. Может и всяк. Я считаю, что вся фигня сугубо гормональная. Это ж как это. Посвящается любимой даме. Пока ты вокруг дамы скачешь туда-сюда, в тебе гормон мурлит. Ну, а потом, так сказать, свершилось. И ты уже успокоился. Уже не так тебя прет. То есть, это должен быть какой-то эмоциональный всплеск. Возможно, да. Но для любителей Роберта Фриппа, для любителей необычной музыки, все равно это очень здорово. Но фирма Virgin стала чесать голову уже серьезно. Потому, что продажи падают совсем. И что делать? А группа на контракте сидит. Надо что-то делать. И они отправили ее в Америку. Отправили коллектив в Америку в студию знаменитого продюсера Тодда Рандгрена. Не знаешь такого? Нет. Один из самых уважаемых продюсеров, который, наверное, круче, чем Боб Эзрин, продюсировал какое-то бесчисленное количество групп. Обладатель собственного, даже не студии, собственного звукозаписывающего комплекса под названием «Утопия». Лидер группы под названием «Утопия». Которая у нас абсолютно не популярна в стране, там популярна. Потому, что такой тоже человек типа Патриджа, только еще круче. Замороченный. Замороченный, да. Совсем. Но умеют при этом все. Приехали они к Рандгрену, который должен был спасти положение. И, забегая вперед, скажу, такие и спас. Стали записывать очередную пластинку «Скайларкин». Привезли Рандгрену демозаписи. Куча песен. Песен 20 Патридж написал с молдинга вместе. Рандгрен послушал это все. Сказал, что окей, значит, я буду делать концептуальный альбом. Я соберу все это. Ну, как примерно с «Доксайд оф демон». Так уж. Я соберу все это по смыслу, по развитию, по единой линии, по единой истории. Вот эти песни мы выкинем, они не нужны. Как выкинем? Да. И он гонял Патриджа по студии. Унижал его. Говорил... Доминировал Патридж. Доминировал. Ты научись сначала вообще что-то делать, а потом говори мне, Рандгрену, как нужно записывать альбомы. Ну, контракт есть контракт с компанией. Там отношения же не такие, как у нас в России. Там контракт есть контракт. Все. Можно ответить, да. Будьте любезны работать. Записывать альбом, значит, надо записывать альбом. Все. Продюсер сказал, значит... Патридж совсем ушел уже в депрессию страшную, но продолжал играть все равно и петь. Потому, что контракт есть контракт. Записали они эти песни и уехали в Англию. Рандгрен стал колдовать над сведением, уже над композицией, над расстановкой песен, над оформлением этих песен звуковым. Сделал альбом, прислал в Англию. Все пришли в ужас. Музыканты сказали, что это вообще кошмар. Это кошмар. Это выпускать нельзя. Что это такое? Это какая-то американская попса. Но альбом вышел. Потому, что контракт есть контракт. И стал бестселлером просто. Сразу продажи вот так выросли. В небо, да? При этом все равно. Попса не попса. Это все равно XTC. Это все равно все вот так вот. Все это вот так. Все через это самое. Это не Electric Light Orchestra ни в коем случае. Все равно. И не группа Eagles. Хотя прозрачный, звенящий, поющий... Переливающийся, сверкающий. Такой волны звука. Идут. Рангрен там постарался. Накрутил. Но никому из XTC это не понравилось. Сказали, где наша группа XTC? Вот это с барабанами. С такими. Нет. Все. Но бешеный успех сразу. В Америке. В Англии не знаю. Просто не читал ничего про это. В Америке сразу это просто супер. Это все на радио без конца крутилось. И Ферма Верджин сказал, ну раз такое дело, давайте дуйте туда-обратно. Поехали туда-обратно. И записали, уже без Рангрена, записали шикарный альбом Oranges and Lemons. Шикарный. Записали его в Лос-Анджелесе. И он светлый, яркий, красивый, спокойный. Несмотря на то, что моторный и живой, и роковый. Спокойный, уравновешенный. То есть, такое ощущение, что Патриц пришел в себя. Вот этот внизу, который на чочках. Успокоился и написал отличную музыку. Сложную, красивую. И для всех. Такую вот. Она для всех. Вот это Oranges and Lemons. Он для всех. Прямо вот. Прямо вот хороший. Воплощенная Калифорния. Такая. Исполненная английскими Dendy. Очень интересная штука. Да, да, да. Там много. Там много пластинок. Забавно. И тоже огромный успех. Радио. Все дела. Внезапно. Приходите на телевидение. Устроим вам тур по Америке. И Патриц сказал опять. Нет. Никаких туров. Я же сказал. Я в туры не езжу. Я на сцену не выхожу. И никаких на телевидении. Тем более еще игр. Отказать. Это еще страшнее, чем живая сцена. Еще камеры. Нет. Я упаду в обморок. Нет. И все. И на этом американский успех закончился. Потому, что ни телевидения, ни концертов, ничего нет. Есть только пластинка, которая крутится на радио. А на радио крутится очень много чего. Потому, что пластинки выходят все время новые. Надо все время новое что-то ставить. И тебя, извини, перебью. Говорят, сейчас в США. Ну, с нынешними компьютерами. Гараж бэнд. В макбуке. Сейчас в месяц выходит 10 тысяч альбомов. Это же даже послушать нельзя вообще. И поэтому все. Несмотря на весь кайф. На всю красоту. На успех. На качество альбома. Все равно. Раз. И все забыли. Герои вчерашних дней. Несмотря на то, что гениальная абсолютно вещь. Досадно. Вот так вот и ушло. На этом все кончилось. Потом они записали уже в Англии альбом. Нон свич. Я не могу произнести это слово. Нон свич. Что бы это значило? Не знаю. Свич. Нон свич. Включатель и включатель. Нон свич. Я не знаю. Вот так пишется. Нон свич пишется. Странно. Вот. Одна песня лучше другой. Просто. Вот здесь клейма негде ставить, что называется. Особенно последняя песня. Books are burning. Там в конце. Книжечка с сердцем. Гитарное соло. Соло. Во-первых, она сама по себе. Теождественно красивая медленная песня. Books are burning. Гитарное соло в конце, которое играют Энди Патридж и Дэйв Грегори. Одно из, наверное, самых моих любимых гитарных соло вообще во всей рок-музыке. Оно не очень длинное. Сыграно двумя гитаристами по очереди. И они играют в разных ладах. Что это он? В пуштунке тут. Они играют в разных ладах. То есть, один гитарист играет в этом самом миксолидийском ладе. Нам всем известным. А другой играет в каком-то другом, который я не знаю. То ли в дорийском, то ли в каком-то другом. Но играют в одной тональности. Все в той же гармонии остаются. Но в разных ладах. И ощущение какого-то раздвоения сознания возникает. Мне сначала показалось, что они играют в разных тональностях. Нет. Они в одну и ту же ноту приходят. Отталкиваются от одной и той же ноты и приходят обратно. Остаются в этой тональности. Но какое-то такое расщепление сознания. Я людям ставил. Музыкантам разным. Все говорят. Интересно. Вот так вот они. Держать за стену. Вот так вот это все. И песня сама замечательная. О том, как горят книги на главной площади. На детской площадке. И запах дыма напоминает запах человеческих волос горящих. Но мы надеемся, что как Феникс эти книги потом... Возродятся. Это тебе не рассказывал как-то. Когда у нас там в 90-е годы. Ну, как... Как ты понимаешь. Сожжение книг. Гажа преступления против человечества вообще не придумать. Только гитлеровцы могли сжигать книги. Ну, у меня так. И прочитанное в детстве 451 градус по Фаренгейту. Где там керосином. Помнишь? Ну, да. Книги поливал. И всякое такое. И вдруг в нашей родной милиции принялись ликвидировать ленинские комнаты. Они больше не нужны. То есть, как помещение, конечно, надо. Но здесь мы больше не будем. А поэтому все книги, которые там лежат, надо сжечь. Сюрреализм. Натурально. Послушай обязательно Букс Абернин. Я... Песню, да. Все замечено. Да, да, да. Это просто вот такое... Хочется так вот застыть на стуле. Такое до конца прослушать. Молча. Потом перемотать на начало. Еще раз послушать. Угу. Скрытые таланты. Слушай, вообще мимо меня прошло. Вот. Ну, и мы будем заканчивать. Я хочу, чтобы ты зачитал текст песни. Под названием Your Dictionary. XTC. Пойдет руки. Последний альбом. Ну, как я не разберу. А я думаю, что, наверное, в телефоне надо посмотреть. Apple Venus называется. Пластинка. Вот здесь уже с оркестром. Здесь они наняли оркестр. Наняли оркестр. Закрылись в студии. И писали уже совершенно не для продажи, что называется, а для себя. Your Dictionary. Какая песня? Your Dictionary. Да. Павление пюро. Вот. Что называется, для себя. Яблокоминеры. Но для себя почему-то получилось с меньшими наворотами. Может быть, это возраст. Потому, как уже под полтинник всем было музыкантам. Уже с меньшими наворотами. С меньшими вот этими какими-то неожиданными ходами. А очень точно, очень мелодично, очень красиво и очень сдержанно. Но настолько злобно при этом. С этой английской язвительностью, иронией и злобой. Что вот этот микс между красотой музыки и словами, он совершенно потрясает. Он, видимо, по одной букве их поет. Да. H-A-T-E. Hate. Hate – это ненависть. Is it how you spell love in your dictionary? Ты так произносишь? Слово любовь. Любовь. Да. Или так прописано. Не знаю, блин, как правильно. Ну, тут произносишь. Kick. Kick – как пинок. Pronounced as kind. Ты, значит, ее произносишь как доброта. То есть, пинок. Fuck. Is it how you spell friend in your dictionary? Fuck. Ну, оно. Как существительное. Многосмысленное. Мы не будем тут употреблять. Да. Не будем. Глупец. Скажем так. Не знаю. Дурачок. Нет цензурного слова. Употребим нехорошее. Уебок. Так. Слово «друг» в твоем словаре. Black on black – a guidebook for the blind. Черное на черном. Как это? Руководство для слепых. Well, now that I can see, my eyes won't weep. И теперь, когда я вижу, что глаза мои не плачут. Now that I can hear your song sounds cheap. И теперь, когда я слышу, что песенка твоя звучит дешево. Now that I can talk, all your corn I'll rip. I can talk. Что я что-то там заберу весь твой урожай, зерно. Не знаю. Стихи тяжело переводить. Стихи сложные. I'm so sure that Jewy wet the Virgin Mary. Кто такой Jewy? Jewy – это он Иисуса так называет. Нет, непонятный. Ну, он антиферикальный вообще. А, нет, это Джозеф. Black on black – a guidebook. Он Библию имеет в виду. Я сейчас не так уверен, что Jewy – это, видимо, Джозеф. Иосиф не так женился на Деве Марии. There are no words for me inside your dictionary. Нет слов для меня в твоём словаре. Slap – это как пощёчина. Is it how you spell kiss in your dictionary? То есть, так у тебя поцелуй в твоём словаре. Cold – это как холод. Равнодушие. Pronounced as care – забота. Произносится как забота. Shit. Is that how you spelled me in your dictionary? То есть, говно. Так ты меня в твоём словаре называешь. Четырёхглазый дурак. You let round everywhere. Затрудняюсь сказать, что это такое. Четырёхглазый – это, видимо, мы очкарики. Я так понимаю. Ну, он себя имеет в виду в очочках. Патриотш. Now that I can see it's the queen's new clothes. Снова я вижу, что это платье. Новое платье королевы. И теперь я слышу твою ядовитую прозу. Now that I can talk with my tongue. Могу говорить. Язык мой разморозился. Заворочился. Unfroze. Начал владеть языком. I'm not the shoe of Santa or the back tooth fairy. Не уверен, видимо, в существовании санты и зубной феи. Ну, как Джон Леннон. I don't believe in Jesus. Нет у тебя слов для меня в твоём словаре. Now your laughter for the hollow ring. Теперь твой смех как отражается в пустоте. Не знаю. Звучит как... Короче, пустой твой смех. But the hollow ring has no finger in... Не знаю. Ну, в общем, обращение к миру... Поэтому давай закроем книгу. Да-да. И пусть начнётся день. И наш марьяж будет прекратиться. Закончится. Ну, тут подумать надо. Стихи, навскидку. Очень напоминает позицию Джона Леннона в альбоме Plastic on a Band, на самом деле. То есть, очень серьёзные люди. Очень думающие, не попсовые, чрезвычайно сильные музыканты. Всем рекомендую группу XTC. Мало известную в нашей стране. Но те, кто знают, те, конечно... Ну, не просто же так люди прутся. Спасибо, Алексей. Неожиданно. Слушай, я даже название такого не знаю. К собственному стыду. Tokenheads XTC developed underground. Роберт Фрипп. Неожиданно. Новая волна. Всё это новая волна. Как там говорил Роберт Верт... Будет чем заняться на свалке. Послушаем. Послушаем. Спасибо. Что у нас следующее? Погоди. Что-то ты задумал, не задумал. И мы опять никому не скажем. Будет сюрприз. Слушай, столько групп на свете. Десятки тысяч. Десятки тысяч. Я думаю, не замахнутся ли нам на Дэвида нашего Боуи? Я слаб в Дэвида Боуи тоже, да. Накачаешь силу. Первый раз я его увидел, помню, в художественном фильме «Лабиринт». У нас был какой-то фестиваль киношный. Привезли кучу американского кино. Там уже ближе к девяностым. Первое, что меня потрясло – качество пленки. Там настолько всё яркое... Ну, не фирма, а свема, как ты понимаешь. Там такой Дэвид Боуи, король Гоблинов. Ты знаешь, мне не нравятся его киноработы. Все картины, в которых он снимался. Сейчас детское кривление. Я вообще не сторонник использования в кино рок-звёзд. Потому, что я не могу назвать ни одной роли, ни одной рок-звезды, включая Мика Джаггера, ни в одной картине. Потому, что актёр – это профессия. Это профессия, которая учится много лет. Это набор ремесленных приёмов, без которых невозможно работать ни на сцене, ни перед камерой. Этому учатся, тренируются, сдают экзамены. А когда выходит просто человек красивый, Дэвид Боуи. Ну, и что? Это не актёр. Я бы другое сказал. Вот есть великолепные актёрские работы у Арнольда Шварценеггера, когда тебе не надо ничего изображать. Ты просто ходи и говори, как ты ходишь и говоришь. Но он учился. Вот такое, да, может получиться. И Дрюс Виллис учился. Все учились понемногу. А другое не получается, к сожалению. Еще раз. До встречи. До встречи. На сегодня всё. Пока. Слушайте хорошую музыку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова